Я думаю, что в наших отношениях с матерью не было специального выражения любви или чего-то в таком роде. Это были просто отношения, которые мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся. И то, что мы имели для нее первостепенное значение, нам казалось само собой разумеющимся. Нам никогда не приходили в голову такие мысли «она нас любит», «она заботится о нас». У нас не возникало таких мыслей. Просто вся ее жизнь — это мы. И для нее нет ничего важнее. Она создала для нас такой кокон заботы. И я думаю, что в то время это сыграло большую роль для всех нас. И, как я уже не раз говорил, абсолютно все в доме она делала своими руками. От приготовления пищи до вышивки она сама шила шторы, одежду и делала много других дел. Во всем чувствовалась ее рука. Все это она делала тихо, без единого слова. Я помню, когда мы ездили куда-то в другие места, она всегда вышивала для нас каждую наволочку, каждую простынь. Она делала вышивку повсюду. Даже когда мы были в поездке, и перед сном, если она вдруг видела простую белую наволочку без единого украшения, она говорила, как дети могут спать на простой белой наволочке. И за пять минут вышивала маленького попугая. Я очень хорошо помню этих зеленых попугаев, потому что я смотрел на этого попугая и постепенно засыпал. В моей голове очень сильно застряли эти попугаи. А еще маленький цветок с пятью лепестками. Забыл, как этот цветок называется. Тогда были такие нитки мулине фирмы Anker. Они были такими, что, когда вышиваешь ими, в одном месте нитки выглядят розовыми, в другом — красноватыми. Такой эффект появлялся на готовой вышивке. Думаю, их и сейчас можно найти, хотя я давно таких не видел. Так что я просто смотрел на этот цветок с пятью лепестками и засыпал. Большая его часть была розовой. Три лепестка розовые, а два — красноватые. И в моей голове крутилась мысль, какого черта, почему так? Я хорошо помню эти мелочи, хотя тогда мне было всего 4-5 лет. Ребенком я просто думал, почему эти два лепестка выглядят красноватыми, а остальные три — розовыми. Я смотрел на эти нитки, я уделял этому много внимания. Когда я смотрел на вышивку, то никак не мог понять, как так получилось. Вот такими мелочами, а ее стряпня просто поработила нас. Неважно, где бы мы ни были, даже если мы были на свадьбе, празднике или каком-то другом мероприятии, мы всегда притворялись, что едим там, а на самом деле ели, когда возвращались домой. Потому что никто не готовил так, как она. Я не помню, чтобы в наших отношениях были какие-то яркие признания в любви. Была только бесконечная забота. Я не мог даже представить свою жизнь без нее. Она всегда была рядом, все время. Всегда была в нашей жизни. Сейчас, я думаю, из-за экономических причин. Многие женщины не могут находиться все время дома с детьми. Не буду рассуждать об этом, но для ребенка. Когда ребенок возвращается в пустой дом, сам открывает замок, заходит внутрь, ест холодную еду и сидит там — такова судьба большинства западных детей. И, к сожалению, это так и для большинства индийских детей в городах. Казалось бы, это такая мелочь. Возвращаешься домой, а она встречает тебя, берет твой рюкзак и спрашивает, как прошел день, не дает тебе вбежать в дом в обуви. Это мелочи. Но такие мелочи могут кардинально изменить жизнь. Эти мелочи могут по-настоящему изменить чью-то жизнь. Я думаю, что во многом иное измерение того, чем я являюсь — это другое. Но думаю, что на мою личность эта женщина оказала просто невероятное влияние. Тихо, без единого слова, без норовоучений. Мой отец всегда пытался поучать меня, говорил мне, что я должен делать так-то, быть таким-то, иначе я стану таким-то. Ничего из этого не осело у меня в голове. Она же, тихо, без единого слова, оказала на меня по-настоящему невероятное влияние. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА